Особенно сложно в межсезонье, жалуются жители Черемного. Проблемой обеспокоены перевозчики. Они говорят, автобусы разваливаются на ходу. Проблема стоит очень острая, потому что износ идет у автобусов колоссальный. То есть это автошины, это подвеска, это все несущие конструкции транспортного средства. Автобус должен ехать прямо, но там лужа метров 200 длиной и глубиной полметра. Нам приходится отклоняться от маршрута, ехать как бы вдоль линии называется дорога. Перевозчик вынужден отклоняться от маршрута, за что рискует получить штраф. Население села более 4000 человек. Ездят из соседней Солоновки, а в летний период добавляются дачники. И вот так вот, если не погода, автобусы до нас, я повторяю, что они не доходят просто, они разворачиваются. Это километра три, наверное, да, Галина Александровна? Пять. Пять. Вот получается с сумками, все мы с ребятишками. Этот автобус 149 открывали для садоводов. Мы все абсолютно, три садоводства, мы все абсолютно из Барнаула. Мы куда только не обращались. Значит, Барнаул, значит, нас отправляет в Павловск. Павловск говорит, вы не мои, мои только земли, вот, а дорога эта не моя. Единственная альтернатива – поезд. Однако ходит он не каждый день. Автобус же каждый час. Ежедневно выполняет 12 рейсов. Стоимость проезда – 120 рублей до Барнаула и 30 по селу. Маршрут, утверждают перевозчики, совершенно нерентабелен. И встал вопрос – отказаться от маршрута или поднять стоимость проезда до 200 рублей. Однако сами признают, для людей цена уже сегодня неподъемная. Двумя годами ранее маршрут считался муниципальным. Субсидировался мэрией Барнаула. Теперь же на балансе Минтранса. Мы писали и в Минтрансе, писали и местные органы самоуправления. Ну, вот именно здесь, если взять вот эту дорогу, председатель Черемного помогает нам в каком плане? Если когда время распутится, он выделяет нам трактора, которые стоят и дежурят. Которое финансирование выделяется на данные участки дороги, его недостаточно. Мы делаем, ямочные работы делаем, где щебирование, щебенки подсыпаем, производим грейдирование, также профилирование дороги. Черемное – рабочий поселок, сахарные семенной заводы, другие предприятия. Соответственно, много большегрузов, говорит глава сельсовета. Усугубляет проблему болотистая местность. Переговоры с главой администрации Павловского района ведут. Сейчас договора заключаем, сейчас забутируем. Дальше будет грейдер, сколько будет, дальше какие будут финансирования выделяться, будем все вкладывать. Стараться на маршрут школьный и автобусный маршрут. Это главные перспективы и приоритеты на село Черемное. Органы местного самоуправления пытаются дороге, по которой идет маршрут, присвоить кадастровый номер. В этом случае она перейдет на баланс городской дорожно-транспортной службы. Статус дороги повысится и финансирование, надеются местные власти, увеличится. Вопрос лишь в том, как скоро пойдут им навстречу. Если решение вопроса затянут, ходить, возможно, до Барнаула и обратно придется уже пешком. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.